ПЕРМСКИЙ НТО Михаил Борисов, представитель комиссии по общественному контролю, общественной палаты Пермского края, курирующий ЖКХ. Здравствуйте, господа. Спасибо большое. Виктор Геннадьевич, как трактовать это решение? Это у вас комментарии, полноценные хотим теперь услышать. Итак, полноценные комментарии. Несколько физических лиц, общественных организаций, представляющих интересы владельцев нестационарных торговых объектов и товарищей собственников жилья, многоквартирных жилых домов, обратились в Конституционный суд с иском о признании неконституционными нескольких норм, которые определяют, что муниципальное образование имеет право регулировать размещение нестационарных торговых объектов на частных землях. То есть они против правил благоустройства НТО? Они, в принципе, считают, что муниципалитеты не имеют права это делать. И с этим иском они обратились в Конституционный суд. Конституционный суд отказался, подчеркиваю красным карандашом, отказался признавать неконституционными эти нормы и признал, что это дело не подлежит дальнейшему рассмотрению в Конституционном суде. При обосновании своей позиции, обосновывающей части, Конституционный суд сказал, что да, с одной стороны, произвольный, недифференцированный запрет на использование при домовой территории невозможен. И, собственно, это прозвучало вчера из уст владельцев нестационарных объектов. Но вместе с тем, тут же Конституционный суд сказал, что такое использование при домовой территории возможно лишь в случае, если оно не нарушает прав других лиц и при соблюдении всего пакета нормативных документов, которые регулируют этот вопрос. То есть Конституционное решение, по мнению города, не должно отменять вот эти принятые нормы благоустройства, которые приняты еще весной, там были, 18-го. В связи с этим Конституционный суд сказал, что да, местное самоуправление должно и может регулировать размещение нестационарных объектов, в том числе на преддомовых территориях, а правила благоустройства и закон об административных правонарушениях, они в принципе не то, что не отменены, они не оценивались Конституционным судом и вообще не являлись предметом рассмотрения. Таким образом, существующая нормативная система никаким образом не затронута и по сути Конституционный суд подтвердил, что органы местного самоуправления вправе регулировать эти вопросы. Михаил Александрович, Ваша оценка этого решения и как две стороны ее трактуют? Ну, на самом деле мы согласны с данной позицией, потому что если сейчас вот даже просто посмотреть жилищный код, статья 36, она регламентирует о том, что земельный участок, который у нас принадлежит собственник на правах общей долевой собственности, он предназначен только у нас лишь для того, чтобы озеленять и его в дальнейшем благоустраивать, но никак не размещать там какие-либо сооружения, которые в дальнейшем у нас получаются объектами торговли. Но их можно сооружать ведь, если соблюдать какие-то нормы? Все правильно, Вы говорите как раз и об этом, вот Конституционный суд и говорит о том, что можно регламентировать, соблюдая определенные нормы пожарной безопасности, санэпидемиологической и так далее, можно и так далее, но также обратите внимание, ведь размещение вендинговых аппаратов на территории многочисленных дворов, ведь оно же осталось, никто их не убирает, потому что они все установлены соблюдением нормы. А те, кто обратился в суд, у них все не по нормам? Немельные участки под многоквартирными домами, они в принципе не предназначены для размещения нестационарных торговых объектов. Но теоретически тогда можно. В принципе, в видах разрешенного использования данных участков такого вида разрешенного использования нет. И правила благоустройства как раз города Перми воспрещают использование таким образом участков, если нет в перечне видов разрешенного использования такого вида. И в определении в каком-либо, потому что если оно есть в условном, его можно перевести в основной. И в определении Конституционного суда как раз говорится, что размещение таких объектов возможно лишь при соблюдении градостроительных регламентов, элементами которого являются виды разрешенного использования. Поэтому да, нестационарные торговые объекты на придомовых территориях многоквартирных домов по общему правилу в Перми на сегодняшний день размещать нельзя. Да, Михаил Александрович. Да, я вот хотел бы тоже... Еще дополнительный вопрос сразу вам вы добавите. Михаил Александрович, а вот вы тоже на своей площадке, я знаю, что в том числе обсуждаете с владельцами Минто, вы-то эти правила им доносите, как разрешено... Конечно, мы доносим, но хотелось бы еще обратить внимание. Вот смотрите, стоят несколько домов на одной у нас, например, улице. У кого-то более выгодное положение, и он, соответственно, находится на первой линии. Он размещает у себя торговый объект. При этом остальные дома, которые находятся... Во дворе, допустим. Рядом, да. Они не получают эту выгоду. Тем самым они получают другие проблемы. Они получают у нас антисанитарию, они у нас получают неконтролируемую торговлю, крысы и так далее и тому подобное. Тем самым возникает вопрос, кто прав, кто виноват. Потому что одни получают выгоду, а другие мучаются с этой выгодой, которую получают другие. Какие, Михаил Александрович, правила по действующим нормам? Ну вот мы как раз-таки и говорим о том, что размещение нестационарных торговых объектов на территории земельных участков, которые относятся к придомовой, мы не рекомендуем и не осматриваем. Пожалуйста, есть вендинговые аппараты и так далее. Их, пожалуйста, как размещение. Но поставить можно в соответствии с правилами размещения. Есть они? Что должно быть? Давайте все-таки о правилах я скажу. Нестационарные торговые объекты возможно размещать на муниципальных землях в соответствии со схемой. Нестационарные торговые объекты возможно размещать на частных территориях в том случае, если в перечне видов разрешенного использования такой вид разрешенного использования есть. Таких территорий немного, но они есть. На придомовых территориях нестационарные торговые объекты, за исключением вендинговых аппаратов под торговлей водой, как элемент жилищно-коммунальной инфраструктуры, которая доводит до определенного качества жилищно-коммунальный ресурс, за этим исключением нестационарные торговые объекты размещать нельзя. То есть идеальная картина для города, чтобы на придомовых территориях остались только вендинговые аппараты по продаже воды? Она идеальна или не идеальна, она таким образом описана в нормативной базе города и она является законной. О ней можно спорить, можно совершенствовать нормативную базу, но на сегодняшний день это так. То есть конституционное решение ничуть не нарушает? Абсолютно не затрагивает нормативную базу ни города Перми, ни Пермского края. Друзья мои, у нас буквально минута. Будете еще собираться с представителем НТО? В итоге может быть какое-то компрессное решение? Конечно, да. Мы всегда готовы на площадке общественной палаты продолжить данные обсуждения. И я думаю, что коллеги... Уполномоченного по правам предпринимателей? И на площадке уполномоченного по правам предпринимателей. Мы непосредственно контактируем с владельцами НТО и схема разрабатывается в постоянном и непосредственном контакте с ними. То есть мы всегда готовы к сотрудничеству. Следующая встреча когда намечена? Предварительно, может быть? У меня сегодня была очередная встреча с ними скоплением нестационарных объектов. Это постоянная работа. Спасибо большое.